Война и мир глазами художника-фронтовика. В галерее «Классика» открылась персональная выставка работ Сергея Титова. Имя Титова совершенно не знакомо в Иванове, абсолютно. Хотя он 26 лет преподавал в Ивановском художественном училище. Сергей Титов был в числе первых выпускников Ивановского художественного училища. Продолжил свое обучение в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры. Едва окончив его, был призван в ряды Красной армии. Экспозицию не случайно назвали «В потоке жизни». Каждая работа отражает определенный период жизни художника. А в ней были и яркие, и мрачные краски. Но даже в годы войны Сергей Титов не оставлял свое призвание. Рисовать не на чем было. И он разрезал уже использованные карты. И на обратной стороне этих карт делал наброски фронтовыми. Наверное, одна из самых пронзительных работ автора носит название «У карты. Скоро войне конец». Он нарисовал ее карандашом. Также на обрывке плана. В 44-м. На рисунке матери солдат смотрят на карту наступления советских войск в западном направлении. Их лиц не видно, но даже в позах старушек угадывается немая надежда. Сергею Титову посчастливилось вернуться с фронта живым. И первая его послевоенная картина «Картошка цветет» о новой жизни Иванова, пережившего военные годы. Свою любимое Нежданного, где он жил, «Картошка цветет». Картошка, которая спасла население, в принципе, Россия спасла от голода. Потому что все улицы были засеяны, засажены картошкой. Фронтовые зарисовки по большей части черно-белые. Тогда как послевоенные картины художника полны красок. После войны Сергей Титов вернулся в художественное училище уже в роли преподавателя. И сумел повлиять на новые поколения художников. У нас была группа, которая уже заканчивала училище. И вот он вел у нас живопись, композицию и дипломные проекты. Так что вот этот год, этот последний, мы общались с ним. Это был такой спокойный, раночный человек. Несветливый. Приходил в группу и беседы были об общих суждениях об искусстве. Тогда больше говорили об искусстве, чем сейчас. Сергей Титов не дожил до этой своей первой экспозиции на Малой Родине. Как многие другие фронтовики, он не любил говорить о войне. Но за него это сделали его работы. В которых черно-белое горе людей сменяется яркими пейзажами мирной жизни. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.